Всем привет, меня зовут Паша, и если вы оказались на этом видео, то добро пожаловать. Два года назад я снял единственный ролик на этот канал, и то потому, что я был так зол на новый альбом Джастина Тимберлейка, что я прям сел и записал ролик, и потом просто два года ничего не делал и забыл про канал. Но желание снимать появилось вновь, про музыку я люблю говорить, вечно что-то говорю о ней своим друзьям, они слушают, ничего не помнят, в общем, надо мне куда-то выливать информацию, хотя бы чтобы самому помнить. Поэтому это будет здесь. К тому же у нас есть повод, сегодня вышел новый альбом Вселенной Гомес, который отсутствовало почти 5 лет. Ее новый альбом получил название Rare, и это ее первая работа со времен 2015 года, когда она выпустила альбом Revival. Скажу сразу в целом, альбом довольно средненький, но ожидание оправдал, поэтому давайте разбираться, что там было хорошего, а что не очень. Первая песня как раз-таки заглавная называется Rare. Мне кажется, отличный опенер для альбома, такая легкая танцевальная, очень в стиле Селены Гомес, но при этом звучит довольно модно. Мне она понравилась, и в принципе, пару раз ее можно послушать. Намного больше, чем первый трек, мне понравился второй, Dance Again. Мне кажется, это вот прям точная стилистика Селены Гомес, в которой она отлично просто выглядит, поет, сочетается, и вообще все там хорошо получилось. Дальше у нас идет трек Look at her now, который был выпущен в качестве сингла вместе со следующим треком, как раз-таки Lose you to love me, которая оказалась единственной балладой на альбоме, что было неожиданно, особенно со стороны Селены, потому что баллады у нее получались в основном всегда хорошо, и альбом предполагался, мне кажется, в принципе, немножко лирическим, но все оказалось вообще не так. Альбом оказался танцевальным, таким легким, непринужденным, не так уж много она говорила об отношениях, о бывших и все такое, хотя, мне кажется, многие ждали именно этой темы. Но я считаю Lose you to love me лучшая песня на альбоме, потому что у нее отлично удалась эта баллада, она очень чувственная, нежная, красивая, ее голос в записи звучит очень приятно и хорошо. Дальше у нас идут песни Ring и Vulnerable, мне безумно понравилась песня Ring, она такая простая, немножко с такими латинскими отголосками, но что-то прям звучит в ней так хорошо и приятно, и я считаю, что это одна из лучших песен на альбоме, она мне понравилась, наверное, больше всего из не сингловых. И также мне понравилась Vulnerable, тоже приятно слушать, опять же, мне нравится, когда Селена делает такой легкий танцевальный стиль, но при этом ничего такого суперсложного, мне кажется, в этом вот настоящая она и песня Look at her now лучше всего это показывает. Очень простой бит, очень простая музыка, при этом легкий голос Селены сочетается просто идеально. Но вот седьмая песня на альбоме People You Know, мне кажется, такая переходная, потому что тут я могу поделить альбом на две части. На первую, которая была до хорошей песни, приятной, которую можно слушать и переслушивать много-много раз, начинается вторая часть альбома, которая мне, я бы сказал, не понравилась. Тут это все переходит в такую некую грань, когда аранжировки уже надоели ко второй части, и они никак не меняются, то есть они все такие же простые легкие биты, и как-то это уже звучит не так хорошо, как в первой части. Мне не очень понравились песни Crowded Room и Kinda Crazy, особенно мне не понравилась Crowded Room, потому что там был абсолютно ненужный фит с рэпером Six Black, мне кажется, он-то был вообще лишний, и зачем? Довольно средней оказалась песня Fun, которую, ну как бы, окей, можно послушать, но переслушивать вряд ли. Самой слабой песней на альбоме, как мне кажется, была Cut You Off. Это такая бюджетная версия Me от Taylor Swift, и они реально очень похожи, особенно вот эта вот часть Юхуху. За что? Мне не нравится, как на ней обработан вокал Селены, мне не нравится инструментал, мне не нравится, как звучит песня в целом. Мне кажется, это прям вообще мимо, и можно было бы ее смело убирать с альбома, ничего бы не изменилось. И завершающим треком была песня A Sweet Place вместе с Киткади, и вообще трудно как бы промазать, когда у тебя на фите Киткади, но оказывается, можно, и это как раз-таки тот самый пример. Мне не понравилась песня, мне кажется, Киткади звучит там не к месту, опять же, оказалось все, ну, довольно слабенько и очень-очень пресно. В принципе, вся вторая часть альбома очень пресная и очень похожая. Если особо не вслушиваться, такое чувство, что действительно играет просто одна не очень приятная песня. Особенно жалко, что последней песней оказался дуэт, которая как бы должна ставить точку на альбоме, особенно в таком большом ожидаемом альбоме, потому что Селену ждали пять лет, все следили за ее здоровьем, волновались, переживали. Но получилось как-то немного скомкано в конце, и как бы если делить первую часть и вторую, то как будто вообще два разных альбома нормальные, если считать с первой по седьмую песню, и вся вторая часть вообще довольно средняя. Что касается концепции альбома и в целом посыла, я не вижу чего-то интересного и экстраординарного от Селены. Песни довольно-таки обычные, нету какой-то истории повествования, и это, мне кажется, минус, потому что сейчас все-таки ценят концепт от больших и крупных артистов, и Селена у нас как раз-таки крупный артист. Но что-то опять пошло не так, мне кажется, это что-то такое до эры Ревайвл, что могло бы быть от Селены, но никак не после, потому что с каждым альбомом артист должен расти, и тут, честно говоря, в сравнении с Ревайвл, я не вижу этого роста, особенно по прошествии четырех с половиной лет он все-таки должен был быть. Скажу сразу, мне не хватило баллад и каких-то более интересных аранжировок. Когда Селена выпускала песни до этого альбома несколько лет назад, типа Фетиша, типа Bad Liar, мне кажется, это был вот наилучший момент, когда она поняла, какое звучание ей подходит. А тут она опять немножко вернулась к прошлому, некоторые песни звучат даже как ее старые песни в районе там Slow Dance, но прошло уже много лет, и пора как бы меняться и немного расти в музыкальном плане. Я поставил альбому оценку 6.9 из 10, и в сравнении Ревайвл я оценивал на 7, но это было, когда он вышел, то есть больше четырех лет назад. Я не переслушивал альбом и не переоценивал в последнее время, хотя стоило бы, наверное, но пока как-то так. В целом, альбом нормальный, его можно послушать, но он не вызывает какого-то чувства восторга и супер большого камбэка от большой звезды, которую все очень сильно ждали. Хотелось бы, хотелось бы, чтобы Селена развивалась как артист. Да, может, у нее не самый сильный вокал, но при правильной аранжировке, при правильной песне, при хорошем написании это все можно сложить, и она будет звучать отлично. Однако, меня очень волнует, как она будет делать промо этого альбома, потому что, я думаю, если кто-то сейчас смотрит этот ролик, то все помнят провальное выступление на American Music Awards, где она попыталась спеть свою балладу «Lose you to love me» и станцевать под «Look at her now». Получилось прям плохо. Но все же понимают, чтобы альбом продавался, нужно ходить на премии, нужно ходить на ток-шоу и выступать. Посмотрим, сможет ли это сделать Селена. Что у нас по итогу? Я не могу сказать, что я всецело доволен камбэком Селены Гомес. Я знаю, что она могла бы сделать лучше. Но также я не могу сказать, что это очевидный провал и плохой альбом. Он может быть, но опять же, ну не хватило чего-то. Можно было лучше, можно. Ну и как-то так, такие у меня мысли. Альбом я послушал два раза от начала до конца, потому что сегодня премьерный день. Еще как-то не успело все улежаться в голове. Но, мне кажется, мое мнение особо не поменяется. Если вдруг кто-то попал на этот ролик и смотрит его, расскажите, как вам альбом Селены Гомес. Было бы очень интересно послушать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok